Под музыку военных лет экипаж учебно-парусного судна встречает ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Для многих подъем на палубу Грузенштерна – символический путь в прошлое, когда они сражались за родину, бороздя морские просторы. Уже на палубе героев встречают капитан судна и мэр Анатолий Пахомов. Каждый из ветеранов хранит свою историю военных лет. О совершенных боевых и трудовых подвигах говорят многочисленные медали и ордена, к которым сегодня присоединились юбилейные знаки. Около 40 лет Василий Адамович Рогов служил в морской части пограничных войск Черноморского флота, организовал Сочинский морской дивизион пограничной охраны. О военной службе капитан первого ранга готов говорить часами, но подчеркивает – знать и беречь историю должен каждый. 75 раз наши моряки заставляли корабли противника спускать флаги перед нашими моряками и сдаваться в плен. Поэтому я вас призываю – берегите честь и достоинство нашего военно-морского флота. Остановкой в Сочи Крузенштерн завершил первый рейс, посвященный празднованию 70-летия Победы. Цель патриотическая, цель очень историческая – это поприветствовать героев Великой Честной войны, поздравить сочинцев с этой замечательной победой в Великой Честной войне. А череда празднования начинается сегодня, с прибытия нашего друга парусника Крузенштерна. Чуть больше двух месяцев Барк находился в экспедиции, побывал в портах Бельгии, Франции и Греции. В каждом из них курсанты представляли точную копию флага, водруженного в 1945 году над Рейхстагом, и рассказывали исторические факты времен Великой Отечественной. Встречали очень хорошо. Достойно было два порта Греции, где с интересом знакомились с выставкой. Тысячи горожан и гостей этих городов посетили палубу, посетили борт, посетили музей. То же самое было и во Франции, где население, народ, главы городов приветствовали судно, приветствовали экипаж и с огромным интересом относились к всему, что мы несем в знаменовании 70-летия Победы. Прибывшие с экспедиции 116 курсантов отправятся домой. Вместо них на борт судна поднимутся другие 120 практикантов. Теперь они будут рассказывать посетителям о годах войны и знакомить их с экспозицией музея. Для студентов, обучающихся по морским специальностям, и для школьников, желающих познакомиться с основами морских профессий, будут организованы целевые экскурсии. Подняться на палубу сочинцы и гости курорта смогут с 11 до 18 часов до среды включительно. Собой нужно взять паспорт. Крусенштерн будет доступен для посещения три дня. Затем судно отправится в Новороссийск, посетит также Керчь, Севастополь, Тулон, Вига, Рекьявик, Мурманск, Архангельск и Калининград, где 15 июля и завершится историко-мемориальная экспедиция.